Есть такая профессия – родину защищать. Цитата из знаменитого фильма, а еще так звучит название Всероссийской акции, в рамках которой в Центре Романтик состоялась встреча школьников и представителей разных профессий. Свои вопросы ребята смогли задать людям, которые сегодня несут службу в рядах Вооруженных сил, МВД, а также кинологу, лесничьему педагогу и журналисту-корреспонденту Щелковского телевидения Ани Беллиет. Гости поделились своим опытом с ребятами, своими историями жизни. Например, Юлия Новосельцева работает педагогом, а за плечами у нее долгие годы службы в спецподразделении. Сегодня Юлия также является членом президиума Щелковского отделения «Российский Красный Крест». Мы занимаемся пропагандой донорского движения, пропагандой волонтерского движения, также помогаем семьям в тяжелом положении, оказавшись в результате каких-то житейских событий. Мы собираем представителей самых разных профессий, начиная от сотрудников силовых ведомств, заканчивая гуманитарными, и ребята имеют возможность не просто сходить посмотреть, а именно пообщаться. Насчет МВД. Мне очень интересно стало, потому что я увлекаюсь как раз таки этим. Я вот надумываю пойти, но ищу плюсы и минусы. Есть какие-то плюсы в этом, а есть какие-то минусы, можете это рассказать? Самый большой плюс, как я считаю, ну, почему у меня тоже это был основной выбор, потому что это дает мне кто-то финансовую независимость. Вы, когда поступаете в университет МВД, вы становитесь уже рядовым полицией, я как говорила, рядовым милицией, и у вас уже идет зарплата. У них так много вопросов, ведь совсем скоро каждого ожидает новый жизненный этап. Поступление в вуз или колледж – долгий путь профессионального роста. Главное – найти свою профессию. Кто-то в поиске, а кто-то уже определился. Я хочу закончить быть чтением кинолога. Это мечта? Да, это уже семи лет. В какой-то момент просто захотелось именно интерьер расставлять, и поэтому дизайнер. Встречу организовало руководство Щелковского отделения юно-армии. Она состоялась далеко не в первый раз и в планах продолжить традицию ее проведения. Школьники положительно оценили формат беседы. В такой непринужденной обстановке обсуждать важные и серьезные вопросы выбора дела жизни комфортно. Анна Балет, Виктория Мельник, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.